так пробуем еще раз ждем мы к себе в эфир марину мелию прямой эфир из подвала так марина мели присоединилась у нас не оксана там у нас прямом эфире там у нас же не о марина здрасте ура нам удалось ура да замечательно у нас такое сложное необыкновенное у нас какого-то кошмара совершенно сейчас мы тут до какого-то прям я не знаю даже вот прям сложности эфира никогда такого не было но тем не менее марина да мы вас так вроде мы вопросы выключили да потому что у нас нет возможности сегодня на них отвечать всего лишь полчаса дорогие друзья в рамках книжной бессонницы впервые марина мели не впервые в книжном магазине москва но впервые вот в каком онлайн формате страшно рады вас видеть и вы обещали нам марина рассказать как нам до выжить на карантине 24 часа в сутки 7 дней в неделю вместе с этими вот отвратительными маленькими созданиями по недоразумению называющимися нашими детьми и при этом остаться в живых да но действительно мы поставлены в заданные не нами условия и в общем ситуация довольно сложная потому что она подкрепляется еще жуткой нашей тревогой так как мы находимся в абсолютно неопределенности мы не знаем когда все это закончится и вот это полное 24 и 7 конечно вызывают очень много людей депрессии сейчас агрессии и даже домашнего насилия многие специалисты дают советы которые каждый выбирает какой для них подходит я бы хотела дать абсолютно универсальный рецепт который подходит всем что это такое это уважать чужие границы то есть каждый человек имеет право на личное пространство в том числе и ребенок независимо значит от возраста независимо от цифры нашей жилплощади каждый имеет право на личное пространство и вот эти границы мы должны уважать если мы говорим о ребенке то что такое его личное пространство это какая-то территория у кого-то эта комната у кого-то это угол в комнате у кого-то это угол стола но она обязательно должна быть это личные вещи в карманы которых нельзя в общем заглядывать это переписка ребенка который не надо контролировать это его личное время в которое не надо на него выседать и конечно к личному пространству относятся и вторжение разговорами теми которые раздражают те которые неприятные бесконечные замечания которые делают родители вот это все не уважение чужих границ и конечно мало того что уважать вот эти границы очень мягко родителям отстаивать и свои и вот если это будет делаться то я гарантирую то что улучшится атмосфера в семье то что мы сможем до пережить этот карантин и в общем-то улучшим отношения с детьми вот это очень важный такой совет и я пользуюсь каждой возможностью и пытаюсь его сказать даже это не совет это абсолютно универсальный рецепт которым мы должны следовать вот это коротко ответ на ваш вопрос если у вас еще дальше уточнения или другие вопросы я готова ответить да конечно есть я пользуюсь просто тем что у меня полчаса в распоряжении самый главный человек по воспитанию вот этих вот назовем и мне главное что сказали выключить комментарии задавать вопросы могу только я я счастлива я готова отвечать марина огромная проблема два месяца сидим в маленькой квартире запертой вот ровно все как вы сказали в четырех стенах папа мама работают на удаленке дети учатся на удаленке вставать естественно в 7 утра никто не хочет с рабочим и днем творится черте что все гуляют полночи спят до обеда а сейчас еще ведь и учебный год закончился они сейчас вообще перейдут на ночной вот режим и вот как насколько важен режим соблюдать соблюдение режима вот как это все наладить в период самоизоляции значит как я уже сказала условия жизни вот эти заданы не нами то есть мы живем в какой-то степени сейчас по чужой воле заперты в какое-то пространство у нас в общем-то определен какой-то степени стиль нашей жизни значит нужно делать то что должно определяться нашей волей и вот нашей воле в рамках этого пространства в котором мы сейчас находимся должен быть тот распорядок дня то есть те правила которые мы сами себе задаем и вот здесь очень важно если мы говорим о графике о режиме о распорядке для ребенка здесь надо понимать что он обязательно должен быть обязательно должен быть но какой не так чтобы каждый час каждая минута была рассчитана расписана и мы его постоянно контролировали нет в этом распорядке должно быть три максимум каких-то четыре точных абсолютно дело которые ребенок должен делать в это время некие такие реперные точки ну например вот это время у нас общий например обед вот вот причем не надо давить на детей чтобы это было три раза в день все вместе собирались в какой-то один обед или ужин на совместный все раз второе ну например уроки музыки вот в такое-то время он занимается музыкой а в такое-то время уроками вот три мы все умеем считать до трех дальше более плавающее время и самое главное должно подразумевать его личное время которое мы на него не наседаем и его должно быть очень много для того чтобы ребенок мог подумать помечтать там поплевать в потолок понимаете вот как-то в общем то именно в это время он и может творить в это время он развивается а не только тогда когда он делает уроки в первую очередь это все происходит свободное время это вот такой второй момент который бы я хотел отметить в этом графике но обязательно должно быть что-то что категорически нельзя и опять мы должны выделить ну как я уже сказал до трех мы все умеем считать давайте три необходимых вещи которые мы запрещаем ну например не ложиться позже ну там десяти одиннадцать у каждого там свой вот договариваться вот не позже этого времени не находиться в гаджетах ну например там больше вот опять свои нормы у каждого одного там предположим двух часов вот и еще что-то кто каждый придумает и точно знает для своей семьи для своего ребенка что нельзя и вот этих нельзя должно быть три но нужно четко подумать вот абсолютно на что у меня хватит силы если я сказала или сказал нет я буду это отстаивать вот это очень важно что вот это категорически нельзя все и больше никаких уступок вот эти нельзя точно я вот видите даже несколько раз повторила потому что на практике родители постоянно это нарушают а потом говорят о том что дети не слушаются ну знаете дети это дети они и в общем и должны против чего-то восставать не слушаться а вот эти вот непослушания это фактически наше ну как бы обращение к нам детей лишний раз пробивание ситуации о том что мы о них заботимся мы им говорим что можно что нельзя мы не без они нам не безразличны и вот это вот очень важно поэтому как я сказала какие-то обязательные рэперные точки дела которые надо отметить обязательно свободное время личное время и обязательно какие-то нельзя которые ребенок точно знает а мы точно это отслеживаем вот дорогие друзья хочется напомнить что книжные бессонницы в книжном магазине москва двадцатая по счету и юбилей к сожалению а может быть и к счастью у нас вот такой без единого человека в зале зато с потрясающими гостями Марина Мелия сейчас у нас на связи напрямой мы называем эту рубрику посмотри на своего любимого автора в его естественной среде обитания вот очень нам это все нравится мы видим вот это такое я вот знаете в естественной среде обитания я в старой семейной библиотеке на даче тоже на старой еще родительской даче и здесь огромное количество книг в том числе и те которые изданы были давным-давно в том числе и тот Гарри Поттер о котором вы говорили да это человек в запасе понимаете да дорогие друзья хочется сказать что мы не только в инстаграме ведем нашу трансляцию больше четырехсот человек нас сейчас смотрят только в инстаграме а еще у нас ютуб а еще у нас вконтакте и на нас в сайт в общем огромная совершенно аудитория и вся она хочет знать Марина как отобрать у этой маленькой ребенка назовем его так гаджет потому что если оно в него вцепилось оно же его не отдает обратно оно же кричит топает ногами а у него еще есть папенька который точно такой же вы решите вынеси мусор он говорит я не могу я планету спасаю есть ли у вас какие-то проверенные рецепты возможно для нас знаете в общем-то гаджеты это прекрасно они нам дают очень много всего хорошего они дают нам информацию они нам дают выход в другой мир они нам дают возможность общения и я бы хотела сказать что еще не выросло то поколение детей которое родилось вот в этот век тотальной гаджетомании в это время тотальной гаджетомании но вред мы уже видим в чем он заключается когда очень рано дают детям гаджеты то неправильно формирование головного мозга я сейчас об этом не буду говорить вы задали вопрос уже о зависимости когда дети становятся зависимы когда у них пытаются отобрать эти гаджеты они устраивают истерики скандалы что делают чаще всего родители они выходят из себя и говорят все больше ты это не получишь ну и в этот момент именно в этот момент когда они так говорят они в это верят тем более есть такие яркие примеры как например Стив Джобс который запрещал детям вообще в дому пользоваться гаджетами другие звезды кремниевой долины которые в общем-то следуют этому правилу и школы там такие есть и доска имел и без гаджетов и вот вдохновленные очевидно этим примером родители говорят все стоп больше ты не получишь проходит какое-то время их нервы не выдерживают и они конечно обратно отдают так вот я всегда говорю надо четко взвешивать свои силы на что на какое нет у нас их хватит и так я могу привести пример семьи моего клиента который в общем-то боролся с этим как они это сделали вот мы обсуждали это поэтому я знаю результаты результаты хорошие и так первое договариваются что все без исключения члены семьи спят без гаджета ну потому что сейчас с гаджетом ложатся с телефоном просыпаются с телефоном обед с телефоном туалет с телефоном уроки с телефоном и так далее и тому подобное вот такая договоренность всей семьи складываются все в коробочку назначается дежурный который отслеживает чтоб никто не взял вот у них так было следующий момент это время которое определяется на непосредственно на гаджет вот это очень важно это может быть там вне уроков когда это это может быть час это может быть два это может быть полтора часа каждая семья решает по-своему в зависимости от возраста ребенка но можно обговорить с ребенком это можно время разбить например тот же час там по полчаса два раза и время когда он может это взять то есть вот это очень такие важные моменты и если например ввести вот такие правила и потом их абсолютно четко соблюдать то я вам гарантирую что постепенно это уходит и в общем то ребенок будет пользоваться уже осознанно понимая дозированно то есть здесь разговор идет о тех самых границах о которых я говорила в начале сейчас в общем то прекрасное время у нас вообще культуры семейных границ культура границ ну не очень развита и вот сейчас можно воспользоваться этой возможностью и попробовать их в себе отработать в ребенке отработать вообще эта программа границ закладывается где-то на втором году жизни уже у ребенка да но если мы это не сделали никогда не поздно начать и вот такие моменты мы всегда отсчитываем раз два три каких-то правила в том числе для гаджета и вводим их но четко их соблюдаем поэтому нужно как я говорила взвесить свои силы продумать и если уж нет то это должно быть четко и нет и например третье что они ввели да ведь я сказала два вообще всегда хорошо считать до трех я так люблю когда особенно разговариваю с клиентами мы всегда берем что-то такое вот три и потом уже точно это соблюдаем и третье предположим мы садимся вот на совместный ужин все отложено и соответственно никто не заглядывает все начинают общаться друг с другом и когда мой клиент говорит ну как же так мне же сотрудники могут звонить там и так далее а вот вы и скажите сотрудникам отучаю ребенка от гаджета у нас ужин вот в это время и мы все задумались и очень многие взяли пример так что в данном случае думаю что если даже на работе сказать что вот этот час или эти сорок минут я занимаюсь вот таким важным делом вас поймут и еще спишут это это правило вот поэтому раз два три смотрят сейчас да раз два три раз два три роскошно все роскошно раз два три марина миловна слышали да назначаем час и обедаем в это время все дружно да и ужин еще желательно и не заглядываем без конца да кстати не спасаем мир в это время а спасаем своего ребенка да 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 у нас же родители все сейчас работают на удаленке это же какой-то кошмар сидишь как бы никого не трогаешь подчиняешь примус тут у тебя компьютер здесь у тебя тапки спасибо что в трусах такая одежда как бы форма вот это оно приходит в комнату вот эту оно и значит мама там мне что-то там ты ему говоришь мама мама работает вот не понимает что мама работает есть ли какой-нибудь внятный способ объяснить ребенку что мама и папа сейчас это вот работа это вот они там не вселенную спасают а это прям вот хотя это очень похоже выглядит это не sims 4 а это рабочий битрикс там какой-нибудь есть и вы знаете она опять как всегда очень простое вот у меня видите на книжке написано простые правила мудрых родителей вот это очень простое правило надо сказать все я работаю но сказать это надо как уверенно в чем в том что ребенок это поймет абсолютно так вот достойно с пониманием этого для самого себя я работаю я работаю вы знаете макаренко такой в общем то ну известный педагог для всех да он говорил что педагогом можно стать только тогда когда вы вот я только цифру забыла то ли 36 то ли 53 раза научитесь разными интонациями говорить слово здравствуйте и вот эта фраза я работаю она я вам четко скажу дети они очень понятливые они это все прекрасно понимают и если вы сами будете верить что они вас услышали потренируйтесь скажите это так спокойно и уверенно и я вам скажу что это будет понято я могу привести пример из своей жизни вот у меня я кстати в книжке по моему в это его и привожу я работала тогда над научными данными а тогда не было компьютерной обработки ммпи и у меня повсюду на полу было разложено приходит моя коллега и говорит ну как же у тебя же маленький ребенок он сейчас начнет хватать эти страницы я говорю как это он четко знает что это нельзя ну это невозможно и потом смотрит сыну и так вот обходит это маленький там где ползком где так но не тронул ни одного листочка ну так как же так а я говорю а потому что у него нельзя всего три вещи нельзя мешать мне когда я говорю по телефону потому что я разговариваю по работе нельзя брать мои бумаги никакие и нельзя бить по лицу там маленькие дети любили еще вот так играться все было только три нельзя все остальное ему можно он берет кастрюлю он вытаскивает все оттуда отсюда берет там что-то ходит говорит лопотит все что угодно но вот эти три нельзя абсолютно четко нельзя и поэтому когда вы говорите мама работает но с каждым для каждого возраста конечно там свои вы должны понимать что ребенок это может осознать в определенном возрасте на определенное время когда первый год жизни ребенка там вообще никакой фразы нет и вообще никакой работы вы полностью отдаете себя ребенку потом постепенно уже вы уменьшаете это время вот этого непосредственного контакта с ним ну всегда улучшая его качество и увеличиваете время на эту работу и поэтому вот эту фразу все я работаю вот ее попробовать произнести уверенной самому себе или уверенному самому себе что это точно сработает это сработает дети прекрасно все понимают абсолютно с очень маленького возраста но если это я работаю потом сам уже бежит поговорил по телефону пошел поел а так оделся соответствующим образом что очень важно как вы сказали не в трусах и в тапках вот а сел на стол и определенное время работает ребенок это поймет очень хорошо да огромное спасибо марина у нас больше 500 зрителей сейчас в инстаграм youtube в контакт я не вижу сайт тоже не вижу но на самом деле реально там я где-то думаю тысячи с лишним человек смотрят сейчас нашу книжную бессонницу как в старые добрые времена когда они все приходили сюда ногами нет сейчас такой возможности в москве двадцатая книжная бессонница проходит в онлайн формате и у нас есть еще немножечко времени для того чтобы помочь нашего гостя который у нас сейчас в гостях марина мели замечательный психолог наш один из самых наших любимых авторов человек который мы с удовольствием всегда принимали а сейчас с не меньшим удовольствием принимаем онлайн онлайн обучение всех нас настигло внезапно как снег на голову но некоторые взрослые имели опыт кто-то там учился дистанционно вот дети внезапно так сказать вот мне кажется сейчас ленивый не прошелся поэтому но главное что в последние дни в прессе и в интернете все больше и больше появляется таких сообщений готовится возможно вообще переход на онлайн может быть мы вообще не вернемся в школы что вы по этому поводу думаете вы знаете многие сейчас в начале когда были определенные трудности а сейчас многие говорят что в общем онлайн избавляет наших детей от и родителей от множества проблем которые возникают непосредственно в школе от конфликтов с одноклассниками от конфликтов с учителями от буллинга и так далее и тому подобное так вот мое мнение такое что школа это не про образование школа это социализация поэтому нужно непосредственное общение и с учителями и с одноклассниками почему потому что ребенок учится именно в школе хотя на школу знаете как ну школа она давит она там заставляет она творческое начало губит в ребенке и так далее так вот школа она как я сказала не про образование а про социализацию именно там ребенок учит решать конфликты дружить получать опыт очень тяжелых ситуаций выхода из него неудач даже иногда позор и все это на виду у всех в то же время побед своих и вот это вот взаимодействие именно оно помогает ребенку стать самодостаточным самостоятельным самостоятельным и в общем то обрести вот те самые лидерские качества о которых все родители мечтают дома при просто онлайн обучение он это не приобретет дело в том что программу по физике годовую можно выучить за месяц практически любой ребенок и такой опыт имеется а вот научиться всему тому научиться жизни за месяц невозможно нужно как раз то самое время почему я и против вот этих экстернов когда сокращают обучение на 2 на 3 года ребенка потому и он идет в вуз предположим там в 15 лет 14 лет он в общем не готов к этому и попадает в среду там 17-18 лет это колоссальная разница поэтому родителям надо очень хорошо подумать об этом и понимать что здесь главное вот это созревание личности происходит в определенных условиях и школа как я еще раз повторяю видите уже третий раз специально кто-то подключился это не про образование это про социализацию да огромное вам спасибо потому что в общем наверное вы озвучили мысли какого-то достаточно большого количества людей а вот еще если вернуться к теме онлайн образования по моему сейчас весь интернет все мессенджеры пестрят всякими мемами аудиозаписями на тему того как сложно родителям обучать детей особенно родители началки несчастные этим замучены вот если может быть какие-то у вас секреты по этому поводу как родители вообще справиться с ролью учительства вы знаете родителям не просто трудно обучать своих детей это в общем-то даже невозможно почему потому что мы очень многого хотим от своего ребенка мы нагружаем его такими и себя такими ожиданиями от него что ни один ребенок с ними никогда не справляется и отсюда вот те эмоции которые родители высказывают детям когда они делают ошибки я уж не буду говорить те слова все их сами помнят прекрасно знают сами с ними сталкивались и это в общем-то абсолютно естественно вспомним княжну Марию Балконскую когда она учила Николеньку да так вот в ней в такой сдержанной такой в общем-то мягкой доброй просыпались черты ее отца которого она в общем-то боялась именно из-за этого именно когда она его учила своего родного и близкого человека ну а если мы берем великого педагога Константин Дмитриевич Ушинского который столько об образовании воспитания написал фактически он основоположник такой российской педагогики он очень многое сделал так вот через 15 минут как пишут в общем-то его современники буквально через 15 минут его занятия с детьми он уже не мог сдержаться и говорил такие слова которые чужим бы детям никогда не сказали точно так же вот если эти же ошибки совершит другой ребенок не ваш вы отнесетесь к этому спокойно вы сможете его спокойно обучить и он не услышит от вас тупица идиот придурок твой ребенок слышит еще и не то поэтому вы сказали какой мой простой совет а мой простой совет не надо заниматься с детьми домашними заданиями что для вас важнее ваши отношения или балл по математике я считаю что важнее отношения и поэтому но если нужна помощь то вот здесь уже специальная есть методика и говорить о том что нужно помогать ребенку работать самостоятельно нужно учить ребенка учиться но не делать с ним домашние задания иногда делают за него потому что сил не хватает вместе с ним а проще быстренько решил на переписывай вот и все поэтому я объяснила это невозможно это невозможно это родной близкий человек на которого мы такие вообще планы строим такие ожидания имеем что конечно нам хочется чтобы он все это делал блестяще а он этого никогда не сделает потому что как он только начнет выполнять что мы от него ожидаем планочка наша будет повышаться планочка наша будет повышаться так что мой совет не надо этого делать дорогие друзья хочется напомнить что вы сейчас смотрите не просто прямой эфир с Мариной Мелли Марина Мелли принимает участие в нашей двадцатой книжной бессоннице праздника который двадцать лет подряд проходит весной в мае в книжном магазине Москва в этом году вот в таком необычном формате но что делать мы сохраняем оптимизм и спрашиваем у Марины пока у нас еще есть немножечко времени еще очень хочется спросить возможно есть какие-то такие знаете универсальные правила воспитания которые помогут нам пережить эти тяжелые времена сейчас потому что мы сейчас все немножечко всем их поставлены наш быт с ног на голову да вот вы знаете обычно принято отвечать ну нет все очень индивидуально все так а я вам видите говорю прямо универсальные рецепты да отхожу от общепринятого такого сейчас ну рассуждения и высказывания так вот конечно такие правила существуют и это есть такое скромное название у меня три золотых правила Марина Мелли вот вот Марина Мелли три золотых правила это границы свобода и любовь границы то есть ребенок должен четко соблюдать границы которые мы задаем но как я вам сказала границы эти должны быть очень разумными но он должен понимать эти правила что можно что нельзя какие бывают последствия это очень важно как я уже говорила это программа границ начинает закладываться где-то со второго года жизни и нужно постепенно постепенно ее вводить и ребенку будет просто безопасней он будет чувствовать стабильность безопасность своей жизни вот это очень важно второе правило это свобода она абсолютно необходима ребенку и вот в этих границах которые определяют его безопасность мы должны ему давать очень много свободы мы должны давать свободное время например дошкольника ведущая деятельность должна быть игра а не учеба не надо его натаскивать он должен играть и вообще свободное время это время когда ребенок учится дерзать когда он учится творить когда он учится мечтать вот это самое главное и третье правило любовь тепло мы должны буквально накачать его своей любовью чтобы он мог выйти в мир вот заполнив мы заполняем его этот эмоциональный резервуат и он чувствует себя прекрасно но самое главное здесь самый главный секрет что все эти правила должны быть одновременно нельзя чтобы были границы жесткие без свободы и без любви не может быть любовь без границ такая знаете вседозволенная должна быть свобода она тоже должна быть в определенных границах а не вседозволенность и вот эти вот три правила вот их такое вот объединение очень важно ну вот в принципе в книге отстаньте от ребенка я более подробно об этом пишу и как это сделать на практике вот это мне кажется очень важно и если даже сейчас вот каждый задумается а как у меня вот границы в отношении ребенка свободу даю я ему или каждый день я его тюкаю постоянно то это не так так не так и любовь он всегда должен чувствовать что его любят независимо от результатов от этих двоек троек или от того что он проиграл соревнования или не выучил гаммы это не важно мы его любим потому что он наш вот это то что дает ребенку силы вот я попыталась ответить да марина огромное вам спасибо дорогие друзья это к сожалению мы заканчиваем эфир с мариной невозможно выразить словами нашу благодарность большое вам спасибо за чудесное интервью за прекрасную беседу мы продолжаем заканчиваем здесь в инстаграме уходим на ютуб вам спасибо вам спасибо вам спасибо потому что именно в этом магазине я прогуливала уроки в школе мы грелись там с друзьями все марина до свидания дорогие друзья переходим на ютуб там уже ждет вас Максим Аверин до свидания до свидания